И всем привет, ребят, с вами Стрвайк, и сейчас я записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать, наконец-таки, тот самый долгожданный страйкер с тандемной установкой, который я получил с вызова принят, уже на протяжении долгого периода времени он у меня просто лежит, потому что пока что у нас есть штурмовая кассета, которая уносит все, что движется, но я считаю, что сегодня настал тот самый день, когда мы вместе с вами, наконец-то, затестируем пусковую установочку тандем, посмотрим, как она себя проявит в рамках нашего замечательного матчмейкинга, и сегодня я возьму вот такую вот интересную комбинацию в виде хантера-страйкера, возьму еще дополнительно к нему, конечно же, мой замечательный дрон Гиперион, наденем резисты под матчмейкинг более подходящие, так, рез от молота мы, в принципе, можем оставить, гром, скорпион, возьмем что-то в этом духе от себя брать, пока что мы резистик не будем, ну и будем тестировать устройство, которое я, если честно, очень сильно хотел получить из вызова принят, и так уж случилось, что мне повезло его забрать даже за не столь большую сумму, за 15 тысяч танкоинов, но если считать именно потраченные звезды, там если отбивку всю вместе посчитать, то там будет даже еще меньше, там где-то будет около 10, но будем считать 15, ну и надеюсь, что получится сегодня его хорошо реализовать, но если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, и не забывать про розыгрыш, прямо сейчас на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, такой розыгрыш у нас имеется, для этого вам нужно Зайти в настройках игры, поставить здесь в аккаунтике тимпэшечку, дальше оформить покупочку в магазине, например, приобрести танкоин и премку, либо списушку по типу ежедневных танкоинов, дальше заполнить форму, которая есть в описании, ну и участвовать в этом замечательном розыгрыше Ну а я, в свою очередь, сегодня, ну, наверное, давайте пикну быстрый бой, что нам предложит матчмейкинг, то мы вместе с вами и сыграем Но вообще, такого страйкера вкуснее всего, по идее, реализовывать именно в какой-нибудь там тдмочке, там, или в контроле точек, там, знаете, где противничек может там и скучковаться, где-то можно и крепочков половить, там, и реализацию максимальную, а вот и цпшечка Показать на этом страйкере, при том, что у нас сейчас в матчмейкинге игроки резисты от страйкера не берут Ну и, понятное дело, что тандемной установкой мы будем играть от сводки, будем смотреть, как у нас будет залетать урон, ну и плюс еще добавлять обычными выстрелами То есть у нас со сводки залетает 3600 урона, если мы смотрим как раз-таки не ДАшного противника Поэтому, если это тяжелый таттанк, то лучше будет по нему сначала давать одну обычную плюшку, а потом уже давать ДАБАВАЧКУ Так, ну и посмотрим вообще, что у нас получится 900-ку я даю и сводянку А, у нас сводянка по 900-ке тоже, да, получается, понял Так, и что у нас по критам? Криты у нас будут на страйкере этом залетать? Не будут залетать? О, 1200, хорошо Так, ну резистов нету, поэтому посмотрим на реализацию, со мной тут уже здороваются Будем пробовать реализовывать Ну, по сути, это что-то в роли, вроде страйкера с охотником Только здесь у нас в залпе, ух ты, ничего себе он мне прострелил Только у нас в залпе два выстрела, да, и лучше всего ловить те танки на два выстрела, которые не имеют, например, столь большого количества здоровья Да, ну либо же можно также давать эту вкусную сводочку по тем противникам Которые у нас открываются с не столь большим количеством здоровья, да Ну, либо же просто давать сначала обычные тычки, потом добавлять сводку и вот так вот все это дело разыгрывать По сути, наверное, даже хотелось бы, чтобы у этого устройства перезарядка залпа была чуточку побыстрее Ну и еще самое главное, да, это устройство для таких крипов, как я Которые, например, не умеют на хорошем расстоянии стрелять четко в цель, да То есть, если я, например, играю на дистанционке То и, в принципе, вот на таком страйкере схема у меня игры особо сильно не меняется, да Я тоже просто перехожу в сводку и работаю от нее Так, у нас прошло 2,5 минуты, у меня пока что 65 очков Ой-ой-ой, как мало, ой, как мало Да, что-то пока что у нас реализация, ну, такая себе Так, в Хантера в соло просто овердрайв вжимаю Двойную, если что, на добавку Так, а у нас уже резисты от страйкера пошли Вот оно что, Михалыч Михалыч, они уже резисты берут от меня Понял, понял, понял Понял, резисты, это, конечно, не очень хорошо Но и здесь нам еще очень сильно не повезло Что очень большое количество противников Противников именно на тяжелых танках, да То есть, против тяжелых танков Ну, потяжелее все-таки реализуется страйкер, да И с точки зрения получения дополнительных очков Я бы не сказал, что там будет прям лютая формилка Да, поэтому в этом плане, ну, тоже есть своего рода определенные нюансики А тем более, если это тяжелые танки Еще и с резистами, то вообще, типа, забейте Это прям максимально некомфортно Когда ты просто наносишь, например, по 1800 урона по противнику А они выживают за счет того, что у них просто тяжелый танк Так, по гауссу сводяночку оформляем Ну, и мне он в обратку тоже сводочку дает Пока что мы только в большом количестве коцаем противника Наносим им где-то по пол хп урона Ну, а дальше уже, ух ты, купол вот такой вот, да, прожимается Дальше уже наши тиммейты как раз-таки дорабатывают и уничтожают противника Так, здесь у нас под куполом играют Особо смысла в этом нету никакого здесь играть под этого оппонента Так, 900-ку даю раз, два И теперь сводянку, чтоб добить Ага, он прожимает аптечку Чувствую, да, что у нас сводяночка будет вкусненькая Ну, ладно, мы его все равно обрабатываем, дорабатываем и уничтожаем По сути, наверное, надо даже играть чисто с водками Чисто с водками, даже не добавлять никакой дополнительный урон Но как-то, если честно, мне казалось, что это устройство будет себя посильнее показывать Да, пока что из того, что я вижу Ну, я бы не сказал, что это прям жестко, да То есть, ну, это такое среднее устройство Интересное Но, по ощущениям, оно явно не стоит 15 тысяч танкоинов Да, то есть, я хоть и любитель страйкера Но я скажу, что оно 15 тысяч танкоинов, ну, уж точно не стоит Да, я не успел выжать здесь овердрайв противника Хотя, если бы успевал, было бы неплохо Ну и резистов, конечно, тут уже нацепили Три реза От страйкера это уже довольно-таки проблематично Когда такое большое количество резистов у нас есть Да, ну и, может быть, даже где-то лучше и стрелять как раз-таки без сводки А просто наносить урон обычными тычками Да, хотя, по идее, должен быть у этого устройства как раз-таки интерес в сводке Да, и в уничтожении противника именно этой сводочной системкой Поэтому для меня баланс этого устройства пока что является загадкой И, честно говоря, я с этой загадкой не согласен Я считаю, что это устройство должно быть явно сильнее При том, что оно было только лишь за донат в нашей игре Да, и если уж оно было только лишь за донат, то оно хотя бы, ну, должно быть в хорошем балансе Даже, я же даже не говорю, что это должно быть какая-то супер жесткая имба Но оно должно быть в хорошем балансе Сейчас у меня есть такое ощущение, как будто я играю наоборот на каком-то занерфленном Знаете, устройстве, которое делает мой страйкер не сильнее, а делает мой страйкер только лишь слабее Может быть, это кажется, исходя из этого боя Да, из-за того, что здесь как раз-таки у нас противник неплохой имеется с большим количеством ХП Да, то есть большое количество именно играет противника с тяжелыми танками Плюс еще здесь резисты Может быть, с этим как-то все это дело связано Но так, как будто... Ну, как будто слабо Как будто слабо Да, как будто я бы, если бы имел сводку здесь с четверкой Я бы мог бы сводить так же само оппонента, например, с каким-нибудь статус-эффектом И это бы даже работало бы намного жестче и интереснее Да, то, что у меня в гараже это устройство есть, я в принципе рад Да, но то, что оно не нагибает и то, что оно не дает мне особо никакого преимущества То здесь, конечно, нет ничего такого сверхкрутого Да, конечно, то, что я могу свести побыстрее здесь двойным залпом оппонента Это нормалденс, но... Но какой мне смысл от этой сводки двойной, если я после этой двойной сводки Ничего особо плюсового здесь не получаю Так, 7,5 минут у нас до конца 300 очков у меня всего лишь Боже ты мой, как же это мало Как же это мало Особенно, когда ты поиграешь сначала на штурмовой кассете А потом ты вот играешь на каком-то вооружении И зарабатываешь на нем 300 очков Это, конечно, такое себе Так Так, так, так Пробуем захватывать точку Пробуем захватывать точку Так Отлично Но ничего отличного нет Но у меня урона даже нет У меня вот есть такое сейчас, знаете, в голове ощущение Как будто меня, знаете, заскамили Как будто меня просто заскамили Как будто я, короче, играю на каком-то суперслабом устройстве, да А если учитывать тот факт, что я его получил за 15 тысяч с вызова Принят, то как-то это вообще очень грустно Все дело выглядит, да Потому что Но оно не тянет Ну реально не тянет устройство Но я же вижу, что оно не тянет То, что когда я его тестировал Оно мне Как-то казалось сильнее Оно и было, наверное, сильнее Потому что это еще был старый баланс страйкера Да И в старом балансе страйкера Там и критический выстрел сильнее был, да И сам вроде как урон был больше Поэтому там оно выглядело как-то более интересно, что ли Более жестко А тут прям как-то Ну не знаю Как-то прям грустно, что ли По урончику залетает 18 килов у меня пока что Дистанционку по ощущениям Я бы точно сильнее бы реализовал, да И без потраченных 15 тысяч Без потраченных 15 тысяч Дополнительных танкоинов Так, прячемся от этого молодого Он все равно мне достает 18 килов Вот у меня моего тиммейта На фризе с адреналином 28 У меня на страйкере, который я получил За 15 тысяч танкоинов У меня 18 килов Чувствуете разницу? Я очень сильно чувствую эту разницу Прям мега сильно чувствую эту разницу И я реально, ну, хочу играть с водкой Да, то есть, ну А смысл мне тогда От этого устройства Если я не могу играть с водкой Тут либо перезарядка с водки Должна быть быстрее Либо урона должно быть больше со сводки Либо еще что-то должно быть Но в таком виде В котором оно Есть сейчас Но выглядит слабо Оно выглядит очевидно слабо И как бы я бы там не сказал бы Что-то плюсовое Здесь, ну, никакого плюсового Нету Никакого баланса дополнительного Нету вкусного Да, то есть Здесь как бы И даже оправдания никакие Не скажешь Этому устройству Да, потому что Преимущество особо Оно тебе сильных Никаких не дает И я более чем уверен Что если бы я бы просто На половине боя Переоделся бы на статус эффект По типу там Пробития какого-нибудь Я бы на нем набил бы больше Чем на этом страйкере Потому что я бы просто Давал те же самые сводки Только по 4 выстрела И с этих сводок Еще вылетал бы крит С статус эффектом Который бы мне помогал Быстрее уничтожать резист Да, то есть Я бы с этого плюса Имел бы точно больше А так получается Что я даю Сводку на 2 ракеты И при этом Не убиваю противника Да даже восьмерку дефолтную Мне кажется Если взять То в моменте Она будет себя Интереснее показывать Так, 4 минуты у нас до конца Сливаем Ну вот если конечно Противник без ДАшки То да То в принципе Работает неплохо Так, ждем пока он прожмет Овердрайв свой Чтобы я его мог Рубануть по вкусному Будет он жать? Не будет? Я наверное должен Нажать Оудик Не хочет он жать? Хочет он жать Оуди Не хочет К сожалению Прожимать овердрайв Даже так чисто в упоре Перестрелять не могу Кризиса У меня кризис переигрывает Просто На тяжелом танке Грустно Что я могу сказать? Грустно Есть ощущение Что меня заскамили Есть такое ощущение Так Хочется поражать Какой-нибудь Поинтереснее овердрайв Чтобы Как раз таки Либо подстопить Как-то оппонента Либо Просто какую-то Наноску по урону Сделать Неплохую Мне с водянка Залетает еще Резис Здесь менять Наверное Уже не буду Три минуты Осталось до конца Победа Вроде как У нас в кармане Должна здесь быть В рамках этого боя Так Ну что ж ты делаешь Ты родной Точки Может быть захватывать Будем Не? Господа Может быть Оп и Шарелла Полетела как раз В тайминг Под мое слитие Хотел он меня поймать На этом деле Но особо сильно Конечно Мне бы это Неприятности Все равно бы Не принесло Поэтому пробуем Забирать точку Центральную У нас вообще Под контролем Две точки Только лишь Так У вас бомбу Жать не будет Или будет Будет по ходу дела Жмет Отлично Стопим бомбу И сливаем его Дополнительно Так Пробуем накидывать урон Здесь по рикошету Ну критов у нас Не вылетает Ну вот этот шанс Крита даже Какой-то маленький Даже шанс Крита маленький То есть Ну Я не знаю Типа Если у меня За 4-5 выстрелов Вылетает 1 крит Ну это мало Это явно мало То есть Это явно не то Чего я бы хотел Быть С подобного рода Устройствами Так Пробуем С водянку Оформить по мамонту Мне тут дополнительно Еще шафт накидывает Мамонт вжимается Отличный дабл килл Рикошет Спином не вжимает Овердрайв У нас под контролем Две точки Третья Забирается Нет А ну да Третья забирается Только Уже противником Забирается Так Минута 40 до конца Надеюсь Что у меня Еще один овердрайв Здесь будет В рамках этого боя И тогда мы Под еще один Оудик Сможем как-то Что-то разыграть Интересное Так Центральную У нас на нуле Викинг В кармане В кармане На Третья Который Я получил Плохое устройство В свой гараж Если сравнить Например Это устройство С громом На дальность То это просто Небо и земля На которые я тратил Примерно Одинаковое количество Танкоинов Да Только на громе На дальность Я сумел На протяжении Где-то двух Может быть Трех недель Интенсивно Жестко фармить А с таким устройством По ощущениям Фармить явно Ничего не получится Да Что дистанционный подрыв Что статус эффектники Будет смотреться лучше Поэтому Если вдруг Каким-то магическим чудом Орех меня слышит Это устройство Точно надо Апать Да Потому что Если учитывать тот факт Что это устройство Было В мини игре И только в вызове Принят И его имеет Ну хорошо Если Человек 100 Это устройство Да Ну использует его Я думаю Что вообще ноль Да То Это конечно Выглядит очень грустно Это выглядит очень грустно Пишите что вы думаете По поводу этого страйкера Поддерживайте обязательно Данный видеоролик лайком Если вам понравился Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг Не подписаны Ну и если согласны С моей точкой зрения Тоже напишите Свои мысли В комментариях У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока